На этой машине патрулируют краевые трассы, участвуют в погонях за машинами нарушителей и даже десантируются с неё буквально на головы браконьеров. Причём оперативная группа может высадиться на землю и завладеть ситуацией всего за 15 секунд. Также одна из наших задач — это охрана биоресурсов. То есть лес, ценные породы рыб. Вот в этом году даже мы оказывали помощь нашими силами авиаотряда, доказывали были на Сахалине, где проходила операция Путина-2015. Наши ребята показали достойные результаты. Было возбуждено порядка девяти уголовных дел по данному факту. Кроме Ми-8 в авиаотряде есть беспилотники, оборудованные тепловизорами, приборами ночного видения и другой необходимой аппаратурой. А вот так выглядит этот вертолёт Ми-8 уже изнутри. Раньше он был гражданским, но потом его переделали под цели полиции. Здесь спокойно может поместиться до 30 человек. То есть целый отряд полицейских. Стражи порядка далеко не единственные, с кем работает авиаотряд. При необходимости десантируются из этого Ми-8 бойцы СОБРа, ОМОНа и другие. Воздушных полицейских зовут на помощь во все регионы страны. Как рассказывают пилоты, за историю отряда, он был создан в 2006 году, у них накопилось много историй, которым могут позавидовать сценаристы кино. Жизнь лётчиков не раз висела на волоске. Когда мы садились на площадку, незаконные вырубки были. И когда мы через 10 дней пролетели опять туда, была проволока натянута. То есть мы заметили вовремя эту проволоку. На ту же самую площадку садились. То есть люди, соответственно, не хотели, чтобы мы туда садились. Главная цель авиаотряда – помочь полиции как можно быстрее перехватить преступников. И эту задачу воздушные стражи выполняют достойно. В общей сложности с помощью пилотов только за этот год уже раскрыты 48 преступлений. Александр Ловицкий, Павел Пателицын. Новости.